И всем привет ребят, с вами субтитры Алексею записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня мы вместе с вами продолжаем обозревать новое устройство на пушку Гаусс, как вы знаете вчера я выбил два целых новых устройства, один видеоролик уже с обзором у нас вышел, ну и сегодня мы приступаем к тесту и разбору следующего устройства на эту замечательную пушку. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, как мы и записывали первый обзор, набирается 150 у нас лайков, мы сразу же записываем следующий обзорчик с новым устройством. По сути у нас осталось еще два устройства, одно с ультраконтейнеров и одно устройство, которое у нас падает с обычных контов, которые я еще не выбил. Ну и также конечно же не забывайте подписываться на канал и участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, 13 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такт-такт-мп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня мы сыграем на устройстве, которое называется улучшенное горизонтальное сопровождение, это устройство, которое дает нам более приятные углы, а именно автоприцел угол вверх плюс 50%, автоприцел угол вниз плюс 50%, при этом еще ускорение поворота и скорость поворота, то есть башня у нас должна крутиться довольно быстро, ну и при этом у нас появляются очень хорошие углы вверх и вниз. Сыграем на корпусе Арес, вчерашний у нас получается видеоролик был с Крусейдером, попробуем реализовать Ареса, посмотрим как зайдет у нас вот такая вот интересная комбина, ну и лучше всего, конечно, если бы нас запикало сейчас на многоярусную карту, например на какой-нибудь, я не знаю, Серпухов, тот же даже Брест бы подошел, да, то есть на карту, где у нас есть углы, с которых можно очень интересно посводиться. Я неспроста взял именно летающий корпус, это тот корпус, на котором у нас по сути нету дополнительной раскачки и нету дополнительного угла, соответственно у вас будет сразу видна картинка, залетает ли сводка на конкретно большой угол, да, то есть у этого устройства дополнительных никаких, получается, параметров нету, ну и к слову о летающем корпусе, здесь скорость поворота, ну не так сильно будет ролять, конечно, но видно, что башня реально крутится очень быстро, да, то есть если я сейчас бы взял бы корпус какой-нибудь по типу, по типу, по типу, по типу, ну вот, кстати, да, угол хороший, прям реально хороший. Для Кельна, вот, например, сверху мы будем сейчас стоять, это очень хороший бустинг, да, то есть то, что у нас с такого угла будет залетать сводка, ну и заодно попробуем ее максимально реализовать. Ближе к концу к катке специально возьму какой-нибудь корпус по типу, там, викинга, чтобы мы просто посмотрели, как быстро крутится башня с этим устройством, но вот с такими углами работать реально можно, реально работать можно, то есть подобного рода углы у нас есть на сегодняшний день у пушки, у пушки Страйкер, на которой я часто играю, вот видите, а нет, вот тут уже, конечно, не цепляет, но все равно вот даже здесь углы у Гауса дефолтного, мне кажется, не будут залетать. Мы можем, в принципе, даже ближе к концу катки проверить, будет ли там залетать по таким углам, по которым я сейчас накидываю, ну и по сути мы просто стоим, играем от сводки, ничего такого сверхъестественного не делаем и стараемся здесь жить и не умирать. Но мне кажется, что такого угла у дефолтного Гауса точно не будет, да, то есть здесь прям реально хороший угол вниз и с этим углом залетает идеальнейшая тычка по оппоненту. Это прям очень дорогого стоит и казалось бы, да, то есть устройство не дает никаких дополнительных преимуществ, но с такими углами как будто есть ощущение, что это устройство может дать очень много дополнительного буста. Так, пока что мы живем, миночки наши в этой зонке работают, ну и давайте продолжать стрелять именно туда вниз под сводочку, под шикарнейший 45 нижний угол и мы можем даже по идее сюда еще раскручивать, да. Так, ема, нет, точно таких углов у дефолтного Гауса 100% нету, но не может дефолтный Гаус залетать вот на такой угол, на такой угол точно не может залетать. И, к слову, нам очень сильно повезло с картой для реализации, чтобы мы сразу посмотрели все преимущества этого замечательного устройства. И, если сравнивать с тем устройством, которое я тестировал вчера, по моему ощущению, это устройство выглядит поинтереснее. Выдаем шареллу, набреваем какой-то дополнительный танк, плюс с водкой сливаем еще одного, ну и наша задача занять этот самый замечательный верх, да, то есть здесь реализация. Прикошет с оглушением у нас, получается, будет нам сейчас противопоставлять что-то. Так, ну, от стеночки, конечно, у него обработка вкусненькая срабатывает, но мы его все равно сливаем. А вот сюда, интересно, не, ну это, конечно, я уже перебарщиваю, там точно такого угла не будет. Но то, что здесь есть такие углы интересные, это прям очень круто, что ты можешь стоять сверху и просто сюда вниз постоянно накидывать дэмэдж. Это выглядит нереально, прикольно. Так, откатываемся по-быстрому от противника, меняем траекторейшн. Так, и под нас будет играть, не будет играть, нет, у нас не играет, на другие становятся противники. Вот единственное со сводкой, да, то есть здесь сводка сбрасывается. Ну, в принципе, если мы удерживаем чисто нашу позицию, то все выглядит очень круто. Здесь уже такого угла особо нету, но мы можем, в принципе, переехать подальше, чтобы этот угол появился. И, соответственно, ух, по троим сплэшик вкусненький залетает. Так, здесь мы, если что, на откатик играем, чтобы не открываться под оппонентов. Одной тычкой просто сливаем, чтобы сводку не разряжать в нулячий танк. Так, ну и ищем угол. Ну, такой вот угол, это, конечно, уже супер большой, под такой у нас залетать не будет. Вот такой, наверное, угол, где вот сейчас Тесла у дефолтного Гаусса тоже будет залетать тычка. Но, что касаемо углов, которые вот именно под точкой, мне кажется, что там такого угла точно не будет у дефолтного Гаусса. Крайней мере, мне так кажется. Я, конечно, никогда не пробовал реализовывать эту пушку с такими углами. Да, тут просто все совпало. И каточка, и сам боечек идеально залетает под такую комбинацию. Мы еще и выигрываем, три точки контролируем. Пробуем сейчас с водянкой здесь под стеночкой у нас оппоненты. Ну, не, ну это такой угол. Не, 100% с такими углами не залетают у дефолтного Гаусса. Ладно, будем смотреть сейчас накатку, чтобы ничего не проморгать. Для начала нам надо будет потом поменять корпус, чтобы посмотреть на то, как быстро крутится башня. Ну, а потом еще проверить углы, которые у дефолтного Гаусса имеются. Но мне кажется, что это очень жестко. Прям очень жестко. То есть вот на таких картах такое устройство работает прям очень идеально. И казалось бы, да, нет у тебя никаких дополнительных преимуществ. Но вот тот сам факт, что ты можешь под таким углом давать урон по оппоненту. Здесь шар вообще никак не залетит. Я только могу тебя дать. Так, Шарелла тут противничка залетает. Ну, попробуем такую просто дать. Котлетку. Ну, а что, почему бы и нет? Два противничка слить, плюс тиммейта подхилить. В принципе, неплохо. По Теслочке. Ой, да, по Теслочке шикарную сводянку даем. И у нас по счету 25 на 1 я иду. Просто 25 на 1. Шикарно пока что. Пока что все шикарно по реализации. Миночки ставлю на проход, чтобы, если что, закатрить оппонентов, которые будут пушить. Но пока что особо сильно даже никто и не пушит. Так, Васпик вот сейчас появляется. Попытается сейчас что-то сделать. Бомбочку ставит. Эта бомбочка нас не задевает. Так, ну и пробуем по Теслочке дать еще сводянку на 2000. Резов от Гаусса в матчмейкинге стало 100% больше. Да, потому что большое количество игроков начал тестировать всякие разные устройства. Поэтому, в принципе, здесь нет никакого такого сверху удивления. Ух, крит на 3000 шикарный. Обычный тыкай. Плюс добавочки даем сводки 2,5. Ну и нам было бы очень неплохо слить вот этого бойца. Так, угол. Что у нас по углу? Ну, нет. Таких углов никогда у Гаусса не было. Таких углов у Гаусса точно никогда не было. Чтобы вот так вот был угол на сводку? Нет, это не может быть. Такого просто быть не может. Так, Васпик играет под нас. У нас тут уже три минки. В принципе, позиционка у нас шикарная. Блин, так вот сводка слетает. Если бы здесь было бы еще два устройства вместе. То устройство, которое я первый раз использовал. С как раз таки не слетающей сводкой на 10 секунд. И вот плюс были бы еще бы углы. Боже, это был бы такой развал кабин. Как раньше, помните, на молота можно было использовать несколько устройств сразу. Вот если бы сейчас была бы такая возможность использовать два устройства. Сразу это вот устройство с сводкой на 10 секунд. Где сводка не слетает по оппоненту. И плюс сверху еще вот такое вот устройство. Мне кажется, это было бы очень круто. Но в принципе, я бы сказал, что даже, 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 даже с такими параметрами, это устройство выглядит очень круто. Реально очень круто. Я не ожидал такого результата. 100%. Но здесь еще очень сильно мне повезло с картой. Да, то есть если карта будет, где один ярус, вы особо никакого дополнительного преимущества с этого устройства не получите. Да, а вот именно на такой многоярусной карте, здесь прям невооруженным глазом видно то, насколько сильно подходит это устройство для реализации его в матчмейкинге. Ну и я слился, конечно, можно было не сливаться. 33 на 2. У нас счет идеальнейшая пока что раскладочка в рамках этого боя. Так, ну и хотелось бы куда-то Шареллу бы запустить. Не знаю, пока что куда ее кинуть. Здесь у нас залетать она точно не будет. Вот, блин, вот, не, очень жесткие углы. Прям мега жесткие. Так, пробуем. Ага, нет, не пробуем. Там оглушение, все, забейте. Я присел. Я просто присел. Мне надо откатиться каким-то образом. А, нет, еще и викорик. Выжимают овердрайв. Ну, против оглушения, конечно, здесь ничего не сделаешь. Это, в принципе, дефолтная тема. Бану, башня, мне кажется, крутится просто, как учить ТК какого-то. По ощущениям, по скорости. Скорость прям очень дикая. Так, опять этот хантер наваливает. Надо его слить по-хорошему. По-хорошему надо его слить. Так, попробуем какой-то угол поймать интересный. Вот такой вот пример. Поймали на 2000. Но этого хантера все равно надо сливать. Будет противно тут стоять. Открываться должен под нас. Хочет открываться. Ладно. Так, Шарелла залетает. Плюс два противника у нас стоит сверху. Открываемся под них. Чтобы отдать шарик. Обратку. Даем Шареллу. Набреваем полтора танка от стенки. Дополнительный урон у нас не залетел. Две с половиной минуты у нас до конца. Если что, где-нибудь через минутку надо уже поменять корпус. Надо поменять корпус. Возьмем, например, дефолтного викинга какого-нибудь. Просто, чтобы посмотреть, как башня крутится. У этой замечательной пушки. Хотя, в принципе, мы можем даже не менять корпус. Мы можем просто включить мышку. Можем отключить мышку и на клавиатуре повернуть башню. Просто посмотреть, как она крутится. Я только не помню, надо ли мне сейчас что-то щелкать дополнительное. Чтобы отключить клавиатуру. О, вернее, мышку отключить. Так, пробуем. Отключаем. Не, у меня не крутится почему-то. Почему-то не крутится на дефолтном танке. Наверное, надо на настройках отключать мышку управления. Сейчас попробуем сделать это. В принципе, можем даже все это реализовать без смены корпуса. Так, сводянка по троим. Нет, по двоим все-таки. Ну и до сих пор два резиста всего лишь от Гаусса. Всего лишь два резиста. Противники у нас начинают контролировать центральную точку. По идее, нам надо бы сделать акцент уже на эту тему. Но пока противник открывается в меня. У нас, в принципе, как бы, ну... Должны быть все шансы на то, чтобы забирать в контроле две точки. Так, настройки. На управление. Мышь, клавиатура. Клавиатуру ставим. Так, и смотрим. Это без нитры крутится башня. Это с нитрой. У-у-у! Ептить! Вот это торпеда! Блин, у меня аж... Аж голову... Голову немножечко закружило. Так, настройки. Включаем. включаем обратно, обратно включаем, так, ну я тут конечно немножко подмультил, и 50 секунд до конца поменяем, ребяточки, устройство на гаус, дабы посмотреть на этой карте углы вообще, какие дефолтные углы, я просто давал прям очень жестких мест, как по мне, сводку по оппоненту, так ну и быстро у нас есть 30 секунд на то, чтобы посмотреть, какие будут углы у уже дефолтных параметров нашего замечательного гауса, так, здесь в принципе залетает, по дефу здесь по дефу залетает 20 секунд, блин 20 секунд, я не успею сейчас заехать мне не хватит времени, блин еще и катку подруинил по ходу дела, по ходу дела еще и каточку подруинили так, пантер рик открывается, ну вот например такой, нет, такой дефолтный угол есть, а вот например такой угол, я уже не успею проверить но скорее всего таких углов нету, просто-напросто таких уже углов не будет, но хотелось мне конечно еще их проверить так, ну что я могу сказать очень интересное устройство под именно многоярусную игру я бы сказал, что это прям мега крутая темка и точно на многоярусных картах по типу кельна, вот на таких вот интересных позициях, теперь есть шикарнейшее устройство для реализации вашего корпуса и пушки в целом да, поэтому пробуйте, тестируйте на дефолтных картах я думаю, что на одноярусных особо никакого преимущества вы не увидите, да поворот башни более быстрый это круто, но никакого дополнительного преимущества это особо сильно не дает а вот такие углы на такой карте, например, как Кель как Брест например, снизу наверх можно очень круто реализовывать и выдавать большое количество дополнительного урона которого вы не дадите на других устройствах пишите, что вы думаете по этому поводу обязательно поддержите данный видос лайком подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны но у меня, друзья, на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока пока